56 раз за минувшие сутки боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец высоуранен, об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО. Обстрелы не прекращаются и в Авдеевке, хотя сегодня в этом городе восстановили электроснабжение и подачу воды в жилые дома. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. В ангаре бывшего завода царит боевой дух. Хлопцев проинструктували, чтобы за первый раз без потреби не высовывались, потому что ворог не дрянется. Мы также не отдыхаем, не расслабляемся. Далее продолжим укрепляться позиции, заниматься бытой. От этого ангара бывшего Донецкого шиноремонтного завода осталось почти ничего. Украинские военные продвинулись немного вперед, однако здесь видно, как боевики разрушили здания, какие здесь были бои. Последние четыре дня здесь наши солдаты находятся под шквальным огнем боевиков. На мой взгляд, у них сейчас происходит, как минимум, ротация или замена особенного склада. Люди, которые с той стороны, им приходит пополнение, основную массу снимают. Они не знают местности, не знают особенностей карток в огне. Каждый 20 минут запускают освещающие мины, ропами используются, потому что боятся, не знают местности, вначале им плохо видно. Но таким чином пробуют себя обеспечить. В этом укрепрайоне у наших солдат своя отдушина. Манекен в танкистском шлеме и военной одежде заставляют наших ребят лишний раз улыбнуться. Бойцы изо всех сил пытаются соблюдать чистоту. Под постоянными вражескими обстрелами сушат выстиранную форму. Грием воду на костре, стираемся там, полвольный час есть. Постиралось, а потом тут сушим. И вот и все. Воно вымерзает, а потом забираем в тепло. Воно там до сихая и все. Вот, например. Отлично. Все. Так, чтобы все гаразд, как на войне. Только что привезли боекомплект. Защитники родины готовятся к очередному бою с наемниками. Это мы подарки сепарам. Несем патроны бронебольно-зажигательные. Убийцы сепаров. Так же им что-то дарит милым людям. Небольшие такие жжалочки, которые разрываются чуть-чуть. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.